Студия подкастов Радио Свобода Саламу алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гостем очередного выпуска стал участник украинского вооруженного сопротивления против России, спикер чеченского батальона имени шейха Мансура, этнический чеченец Саид Исаев. Вместе с ним мы поговорим об участии чеченцев одного из батальонов, воюющих на стороне Украины. О том, что на стороне Украины воюют чеченцы, было известно еще задолго до начала российского вторжения в феврале 2022 года. Дело в том, что чеченцы сформировали два батальона в 2014 году, о которых начали говорить в боях против сепаратистов Донбассе. Оба батальона называют себя миротворческими. В нынешних военных действиях, кроме двух батальонов, сформированных ранее, есть и новые военные подразделения, которые являются частью украинской армии. Сегодня мы попросили нашего гостя дать чуть больше информации об одном из чеченских батальонов, который воюет под украинским флагом. Чеченский батальон имени Шейха Мансура – воинское подразделение чеченских добровольцев, участвует в российско-украинской войне на стороне Вооруженных сил Украины и состоит преимущественно из чеченцев, выехавших из республики во время Второй войны в Чечне. Назван в честь лидера кавказских горцев конца XVIII века Шейха Мансура. Принято считать одними из самых больших добровольческих батальонов на Украине по численности. Батальон был создан в октябре 2014 года в Дании. Инициатором его создания стало общественно-политическое движение «Свободный Кавказ», которое было создано еще в 2006 году. 12 октября 2014 года Президиум движения «Свободного Кавказа» заявило о создании батальона для участия в войне на востоке Украины. Данный батальон стал вторым после ранее сформированного батальона имени Джохара Дудаева. Командир батальона имени Шейха Мансура Муслин Чеберлоевский в 2014 году при содействии общественно-политической организации «Свободный Кавказ» выехал на территорию Украины, чтобы принять участие в боевых действиях на Донбассе на стороне вооруженных сил Украины. Сначала был заместителем у Исаи Мунаева, командира чеченского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева. Затем возглавил второй чеченский добровольческий батальон Шейха Мансура, который был создан 25 октября 2014 года и с тех пор является его бессменным командиром. В апреле 2022 года Рамзан Кадыров объявил вознаграждение в размере 1 миллиона долларов человеку, который предоставит достоверную информацию о местонахождении Муслина Чеберлоевского и других командиров чеченских добровольческих батальонов, воюющих на стороне Украины. Саид, как вы встретили первый день войны 24 февраля 2022 года? Как он для вас начался? Начался он мне с того, что мне позвонил мой близкий друг и сказал, что с тобой началась война. И я встал и действительно услышал взрывы, летящие ракеты на Киев. Я в Киеве находился в тот момент. Для меня война началась с того, что я вышел на улицу, у людей паника, очереди к банкоматам и огромной очереди автомобилей. Так до меня началась война. И с моего твердого решения, что надо вставать на защиту, чтобы не допустить той ситуации, которая сейчас в Уйчкере. До этого было ощущение, что сегодня-завтра может начаться война? Безусловно. Это ощущение витало в воздухе на протяжении последних полугода. Ну, многие не верили в это, но мы понимали то, что это происходит. Ни для кого не секрет, что даже чеченские подразделения, которые воюют с той стороны, они же находились непосредственно на тот момент, если не ошибаюсь, часть из них находилась в Крыму. А чеченское радио, вы сами знаете, оно хорошо работает. Поэтому до нас большого секрета не составляло то, что возможно вторжение со стороны России на территорию Украины. Ну, и в том числе с оккупированных территорий, как они их торгуются. Саид, а как отнеслись твоему решению уйти на фронт твои близкие и родные тебе люди? То есть, как они восприняли твое решение? Это решение, как ты сказал, было сиюминутным. То есть, ты уже для себя определил, что необходимо защищать Украину? У меня решение было не сиюминутное. Я для себя принял решение в случае, если начнутся боевые действия масштабные. У меня было в мысли уже на протяжении долгого времени, то, что я уйду к своим батальон в Чеченский. То есть, это не было так, что вот война началась, и я понял, все, мне надо что-то делать, я пойду. Нет, я прекрасно знал, куда я пойду в случае, если начнется война. Близкие приняли абсолютно нормально. Я чеченец, поэтому как бы сомнений не было в том, что я пошел, и у меня мой близкий друг, ингуш по национальности, он тоже принял для себя это решение. И он пошел в вооруженные силы Украины, я пошел в вооруженные силы Чеченской республики Ичкерия. Один из батальонов вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия, батальон имени Шейха Мансура. Мой друг, к сожалению, погиб. Он погиб две недели тому назад. Мы продолжаем. А почему как твой друг ты выбрал не армию Украины, а выбрал именно вот группу Муслима Чаберлоевского? То есть, Муслим Чаберлоевский, который возглавляет именно батальон имени Шейха Мансура. С чем был связан этот выбор? Муслим Чаберлоевский, он участник двух войн. Он является моральным авторитетом для многих чеченцев. Я с ним был знаком до этого. Ну и это было такое решение, что именно я хотел бы быть в батальоне имени Шейха Мансура. И мой друг, он просто, ну как бы, он для себя принял решение, что он хочет воевать в вооруженных силах Украины. И, ну, и мало того, что он гражданин Украины, мало того, что у него друзья там были. И он для себя принял решение. У меня мои братья, мои друзья находятся в батальоне Шейха Мансура. И поэтому я хотел быть со своими братьями Инохча и с мусульманами. И с надеждой на то, что когда мы деоккупируем Украину, я с этим же батальоном вернусь домой. И будем деоккупировать свою родину, Ичкерию. И это несмотря на то, что у батальона были как раз-таки накануне войны были большие проблемы с властью. Власть, которая выдвигала определенные претензии к данному батальону. То есть мы помним пресс-конференцию Муслима-Чаберлоевского. То есть, несмотря на все это, ты решаешь именно в пользу этого батальона, да? Безусловно. Несмотря ни на что, я всегда был решать в пользу батальона Муслима-Чаберлоевского. Я ни в коем случае не хочу сказать, что в других батальонах там чеченских не так. Нет, у них свои слаженные взаимоотношения. У меня и были личностные взаимоотношения. С батальоном Шейха Мансура и с Муслимом-Чаберлоевским. В других чеченских батальонах тоже все прекрасно, хорошо. Там достойные боджагиды, там прекрасные командиры. Но у меня вот этот батальон... У меня личностные отношения с бойцами батальона имени Шейха Мансура. Как взаимодействует батальон с украинским военным ведомством? То есть не совсем понятно. Раз это батальон, который не входит в состав украинской армии, то как он действует? В том смысле, как он координирует свои действия? Как он выбирает себе отрезок на фронте, которому он должен отвечать за этот отрезок, должен защищать? Для людей, которые не понимают всей вот этой военной схемы, вы не могли бы объяснить, каким образом взаимодействует батальон Шейха Мансура, например, с Министерством обороны Украины? Это ситуация, которая вокруг взаимодействия. Батальон Шейха Мансура действительно не входит в состав вооруженных всей Украины. Это является добровольческий батальон, состоящий в большинстве своем из чеченцев, которые есть там. И украинцы есть, мусульмане, и другие национальности есть. Но в основном состоит из чеченцев. Задача батальона, прежде всего, это помочь Украине выйти на границы 1991 года, для того, чтобы мы могли вернуться домой. Как происходит участие батальона в боевых действиях? Батальон Шейха Мансура взаимодействует с командованием вооруженных сил Украины, которое находится непосредственно в зоне проведения боевых действий. Все свои действия батальон координирует с военным руководством вооруженных сил Украины, находящимся в отдельно взятом или квадрате, или участке, или направлении. В частности, вооруженные силы Украины просят о проведении каких-нибудь военных задач в каком-нибудь квадрате. Наши ребята выдвигаются, или поражают позиции противника, или дают координаты для вооруженных сил Украины. И уже вооруженные силы Украины с соответствующей техникой поражают силы противника. Мы принимаем участие в боевых действиях, когда это непосредственно необходимо на каких-нибудь флангах. Мы осуществляем, допустим, вот если взять, допустим, Бахмут. И вот в Бахмуте стоит, допустим, девятиэтажка. За этой девятиэтажкой стоит русский танк, который танк не может стрелять навесом, он стреляет прямо. И вот этот танк целенаправленно на протяжении большого количества времени сносит эту девятиэтажку. И вот бойцы чеченского батальона проводят доразведку этой территории и скидывают координаты вооруженным силам Украины, и те, в свою очередь, его уничтожают. Ну, вот это вот так происходит на таком уровне. В это время, когда вы принимаете участие, вам не обидно, что с той стороны может быть такой же чеченец, но под флагом Российской Федерации нет ли чувства обиды, что... И были ли вообще случаи, когда можно было бы переговариваться или что-то... Вы ощущали, что по ту сторону находятся чеченцы? Прямых, мы знаем, батальон принимал участие в боевых действиях на территории Запорожской области. Там находились чеченцы. Прямых боестолкновений с подразделениями кадыровцев у нас не было. Переговоров, насколько я знаю, возможно, у кого-то и были, но я про такие случаи не слышал, чтобы там кто-то переговаривался с кадыровцами. Как чеченцы мы, конечно, ощущаем обиду, безусловную обиду за то, что с той стороны находятся чеченцы. Мы же понимаем, что это не просто земляк, а они же могут быть с одного тейпа. Они же могут быть дальними родственниками. То есть это вдвойне обиднее. И обидно то, что они являются детьми тех людей, которые героически сражались с российской агрессией на протяжении двух войн. Это еще больнее. Нам больно от того осознавать, что эти люди, которых сегодня называют кадыровцами, которые говорят, они смешивают маршала, я ажила и слава России в один ряд. Это больно. Больно то, что они являются присяготступниками. Наши отцы давали присягу на верность Ичкерии, на верность Деймок, земли наших предков. И они ее предали. Пошли на эту авантюристическую войну, которую они в свою очередь еще и называют джиганом. Они и родину предали, они и религию продали. Поэтому от этого больно. Много разговоров среди бойцов батальона есть о том, как нам обидно и неприятно от этого обстоятельства. Я понимаю, и люди понимают, все мы понимаем, что есть те, кто там находится по принуждению, по системе заложничества. Мы это прекрасно понимаем. Но среди них есть и те, кто это делает от души искренне. С целью обогащения, личных привилегий или всего остального. Как сказал наш командир батальона Муслим Чеберловский, они не чеченцы, они чеченоговорящие. Потому что не может чеченец себя назвать пехотинцем Путина. Не может. Мы чеченцы, мы не рабы. Не являемся рабами, собственностью чьей-то. Мы свободные люди. А получается ситуация, при которой эти люди именуют себя чеченцами, позорят имя нашего народа и имя нашей Родины. А не бывает ли у вас мысли о том, что они все-таки родились уже, скажем, после активных военных действий. То есть это молодые ребята, которые могли поверить вот этой идеологии, государственной идеологии, которую ведет Россия. Она ведет ее успешно. В том смысле, что может хорошо одуманивать молодых людей. Можно ли винить их в том, что они поверили во все это? Потому что они живут в этих условиях, когда с утра до вечера им говорят именно одно и то же, что вот во славу Путина, во славу России. Вы знаете, возможно. Это можно было бы сослаться на то, что там они одурманены пропагандой. Там действительно у них есть специальные службы, которые занимаются пропагандой. Вот эти все салоевы и прочее. Ну, вот смотрите, наши отцы, наши старшие, наши братья старшие, они же были одурманены советской властью 70 лет. Но, тем не менее, они, как только стало возможным, все равно же перешли на сторону правды, они все равно стали на стороне свободы Ичкирии. И это же тоже в них было. Ведь как героически сражались наши старшие в двух войнах. Это подлинный героизм. Чеченцы выиграли первую войну у русских и выиграли ее силой духа и по воле Всевышнего. То, что они там одурманены, я не совсем это склоню. Это, может быть, старшее поколение там одурманено каким-то образом. Но в 21 веке, когда у всех есть интернет, быть одурманенным, это значит, надо быть абсолютно безмозным. Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым и вместе с моим гостем, участником украинского вооруженного сопротивления против России, спикером чеченского батальона имени шейха Мансура, этническим чеченцем Саидом Исаевым, говорим об участии чеченцев одного из батальонов, воюющих на стороне Украины. Как житель Украины, приходила ли вам в голову мысль о том, что рядом с вами где-то есть фашисты или нацисты, как они говорят, деноцификация, по-моему, они говорят. Там якобы прижимают права русских, русскоговорящего населения. Вы как это ощущали на себе? Что касается фашистов, я в Украине не видел фашистов, более того, я не видел более толерантного общества. Я был в Европе, но более толерантного общества, чем в Украине, я не видел. Мы, вот как мусульмане, мы можем изучать религию ислам, мы можем собираться, мы можем издавать свою литературу мусульманскую. Абсолютно свободно. То есть если ты мусульманин, тебе никто ничего на улице не скажет. В отличие, кстати, от Российской Федерации, где это полностью все пресекается, ущемляется. А понятие нацисты – это такой же затхлый термин, как они называли в первые две войны, но джагидов называли вахабитами. Вот они придумали вахабиты, террористы. И вот они, значит, вот это вот несли в массы своим жителям, среднестатистическим жителям Тверской и Рязанской области. Они рассказывали, что мы вахабиты и террористы. Вот, кстати, им же, они сейчас же, опять же, про нас же рассказывают, что мы уже бандеровцы, фашисты и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Они методически даже свои не меняют в этом отношении. Поэтому лично я тут не видел. Если бы чеченцы, вы знаете, чеченцы очень свободолюбивые народы. Если бы чеченцы видели здесь каких-то нацистов, которые бы там говорили, что мир состоит только из украинцев, вы как думаете, чеченцы воевали на стороне Украины? А воюют еще и чеченцы, и грузины, и многие белорусы, и многие другие национальности. Очень много. Я не могу сказать всех, я всех их не вспомню сейчас, но я никого не хочу обидеть, поэтому много-много национальностей воюют на стороне Украины. Вы не в курсе, были ли у вас какие-то контакты, которые перешли границу или были захвачены в плен? Они сами хотели возвращаться, или это был все-таки шаг со стороны властей Украины? То есть их выдавали обратно, и они возвращались на тот же самый фронт? Информация, о которой я располагаю, якобы в приоритет на обмен у Российской Федерации являются кадыровцы. Есть специальный народный депутат у них там в Российской Федерации, который отвечает за это направление, именно по обмену кадыровцев. И якобы, опять же, это с неподтвержденных источников, это то, что мы слышим, что за одного кадыровца чуть ли там не 10 ВСУшников дают. Поэтому, возможно, такая практика есть. Я этих людей лично не видел. Я не видел кадыровцев пленных. Я вообще, в принципе, кадыровцев не видел здесь, в Украине. Не сталкивался с ними. За то время, которое вы находитесь с оружием в руках и защищаете Украину, самая горькая потеря для вас за эти полтора года войны. Есть у вас такого рода люди, которые вы потеряли, и вам очень обидно за это? Мне очень обидно то, что мы потеряли руководителя группы Махно, который входил в состав батальона Шейха Мансура. Мне обидно то, что мы потеряли нашего бойца Ансара, который погиб в боях за Бахмут. Мне очень обидно, что я потерял, это самая большая боль на данный момент за эти полтора года, то, что я потерял брата Войнаха, Магомеда Ганиева. Это очень большая боль. Войнахов и так мало в Украине, а таких вот именно, которые держатся принципов адатов религии, еще меньше. Вот это большая боль. А может быть такой случай, чтобы, например, в ваш батальон человек пришел не мусульманин, и решил остаться с вами, потому что вот он симпатизирует ребятам из этого батальона, и он хотел бы остаться. Нет здесь обязательного условия, чтобы он был мусульманин? Безусловно, он может остаться, безусловно. Единственное, он должен придерживаться принципам, которым придерживаются мусульмане, это не пить, не курить, соблюдать правила, нормы поведения, гигиены, как это делают мусульмане. У нас были случаи, когда в батальон приходили украинцы, оставались с нами, и впоследствии становились мусульманами. Принимали ислам, исходя из того, что вы показывали, да, пример? Да, да. Они жили с бойцами, они видели образ жизни бойцов и принимали ислам. Есть бойцы, которые там приняли ислам и попросились в батальон, и такие были. Саид, даже если вернуться к Киеву, официальному Киеву, вы считаете, что они вас понимают, то есть они воспринимают вас как людей, которые они могут доверять, что они знают, что вот они защищают Украину не ради, опять же, не только ради Ичкери, но они вот защищают их страну, страну Украину, независимую, европейскую страну. То есть понимаете вас, Киев? Вы знаете, я думаю, безусловно, понимает. Самое главное, знаете, что я вам хочу сказать, самое главное, что мы имеем абсолютную поддержку населения Украины. Когда украинцы слышат чеченский батальон шейха Мансура, я готов свидетельствовать этим словам. Это мне говорили бойцы наши о том, что в одном из населенных пунктов Донецкой области, когда местные жители узнали, что среди защитников также есть и чеченский батальон имени шейха Мансура, они сказали, что у них на душе стало спокойнее и более безопаснее они себя чувствуют. Поэтому, что касается жителей Украины, безусловно, и свидетельство этому есть то, что мы открываем памятные знаки своим национальным героем чеченским на территории Украины, и местные жители с восторгом принимают этот факт. Что касается власти непосредственно, ну, я могу сказать только одно, что если батальон уже 9 лет воюет, значит, это свидетельствует о том, что доверие у как минимум военного руководства Украины, безусловно, к батальону есть. Потому что есть были, вернее, случаи как раз накануне войны, когда выдавали чеченцев и ингушей Российской Федерации. Да, в 2018 году Украина передала спецслужбам Российской Федерации через Республику Молдову одного чеченца и одного ингуша. Вы упомянули то, что население Украины с одобрением принимает то, что открытие мемориала или улиц, вы могли бы чуть-чуть подробнее рассказать о том, в том числе и об открытии мемориала «Честь шейха Мансура», которое произошло буквально накануне, по-моему, несколько дней назад. Да, это было неделю назад. В городе Кривомроге местные власти приняли решение переименовать ряд улиц в честь национальных героев Чеченской Республики Ичкерия. Назвали улицу имени Джохара Дудаева, назвали улицу Вахи Арсенова, назвали улицу Хамзата Елаева, назвали улицу Шейха Мансура и назвали улицу Свободной Ичкерии. Ранее все эти улицы, кроме улицы Шейха Мансура, были открыты еще, может, больше полугода назад. Открывал городские власти, открывали вместе с батальоном Абун-Чаер. А непосредственно улицу Шейха Мансура и памятный знак Шейха Мансура открывали бойцы батальона имени Шейха Мансура во главе с комбатом Муслимом Чеберловским. А что это за мемориал? Это камень, большой, шеститонный камень, который символизирует скалы Ичкерии. Гранитная табличка с изображением Шейха Мансура, с указанием на двух языках, на украинском и чеченском, кто он такой. И все это украшает герб Ичкерии. А в других местах были такого рода мемориалы, или это первый раз? Безусловно, по-моему, батальон Джохара Дудаева открывал мемориал нашему первому президенту, Джохару Дудаеву, в городе Днепропетровске, также в других. Я знаю, в Хмельницком. Ну, вообще, чтобы вы понимали, улицы Джохара Дудаева есть как минимум в 10 городах Украины. Поэтому достаточное количество. В городе Каменске, бывшей Днепропетровске, есть улица, названная в честь батальона имени Шейха Мансура. Непосредственно в честь батальона. В Черкасах есть улица Джохара Дудаева. Много-много-то помимо в Украине, очень много, названных в честь героев Ичкерии. Но, кстати, в Кривом Роге это первый случай в Украине, в Кривом Роге, вообще везде, это первый случай, когда улица названа в честь нашего командующего вооруженных сил Ичкерии, бригадного генерала Хамзата Гилаева и в честь вице-президента Чеченской республики Ичкерии, Вахи Арсанова. И вот я знаю, что украинские власти хотят назвать улицу в честь Аслана Масханова. Вот это тоже очень хорошо. Вот эти улицы, которые называют в честь чеченских героев, безусловно, это как-то население приближает пониманию, скажем так, потому что все-таки очень сильная была пропаганда со стороны российской армии воюют только одни чеченцы, чтобы было ощущение, а есть ли там кто-нибудь другой, кроме чеченцев, то есть из Чечни. Да, это было специально сделано. Да, вот на этом фоне вы считаете, что действия чеченского батальона шейха Мансура, Джохара, Дудаева, Абона, еще других, они смогли переломить эту ситуацию? Да, я уверен в этом абсолютно, потому что, смотрите, во-первых, тут и существует такая ситуация, когда у нас дома была война, Россия первый, второй раз напала на Эчкерию, Украина поддалась пропаганде Российской Федерации. И украинцы, рядовые украинцы, я не говорю там, понятно, что те люди, которые там занимались, изучали этот вопрос, они понимали, где истина, где ложь. И вот те люди, которые, мы вот даже читаем комментарии, общаемся с людьми, когда открываются подобные улицы, они даже отчасти говорят, что это их искупление, за ту вину, что они тогда поддерживали Российскую Федерацию. И, безусловно, они понимают прекрасно, что тут 3000 кадыровцев, которых там всех пугают, и они на всех направлениях, если послушать российские новости на начало войны, то оказалось, что Чеченская армия состоит, из полутора миллионов кадыровцев состоит в населении Чечни, и, короче, столько нет, сколько кадыровцев они тут по фронтам объявляли. Поэтому, ну, это было специально. Вы знаете, я себе, как лично себе задавал этот вопрос, зачем они так делают. А потом я понял, в случае, если они проиграют, или там пройдут какие-то переговоры, то они все равно скажут, ну, у нас был конфликт, ну, а вот делали же все плохое, же кадыровцы, вот для этого. Они там и бурятов причисляли, что там. Вообще, на начало войны казалось, что русских вообще не существует. Вот, что плохое, то, что там делалось, это делалось руками. Бурятов, чеченцев, там, кого у дагестанцев. Когда вот уже надо было говорить что-то про русских, они говорили, это вагдер. Ну, это русские, но они же плохие русские, они там по тюрьмам сидели. Вот, ну, это же специально все делалось. Саид, после войны, к примеру, когда закончится война, чем вы планируете заняться? Война в Украине или в Учкерии? В Украине. Когда закончится война в Украине, я вместе со своими братьями с батальона приеду в Москву открывать улицу Джохара Дудаева. В настоящий момент известно о шести чеченских подразделениях, воюющих на стороне украинской армии. Это батальон имени Шейха Мансура, батальон имени Джохара Дудаева, также следует упомянуть и обон вооруженных сил Чараи, то есть отдельный батальон особого назначения, который возглавляет Устам Ажиев. Кроме них есть группа Бешеная стая возглавляет Казбек Абдурзаков, специальная оперативная группа и батальон имени Хамзата Гелаева. То есть все эти вышеперечисленные военные подразделения чеченцев это есть следствие того, что система давления на чеченских боевиков привела к тому, что его основные силы сегодня находятся вне России. Политика выдавливания боевиков привела к тому, что за границей вчерашние чеченские боевики и их единомышленники открывают практически фронт против России. И мы становимся свидетелями, как чеченское противостояние вступает новую ступень своего развития, плавно перетекая из Чечни в Украину. Если исходить, что численность всех чеченцев, эмигрировавших только в европейские страны, достигает порядка 200 тысяч человек, то можно понять тревогу Москвы, с какой непростой силой им придется иметь дело в ближайшее время, вне своей исторической родины, как в странах Запада, так и Ближнего Востока, впрочем, как и в самой России, вне Чечни, проживает практически каждый четвертый чеченец. И это бесспорно может стать существенной проблемой на ближайшие годы для современной России. Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был участник украинского вооруженного сопротивления против России спикер чеченского батальона имени шейха Мансура этнический чеченец Саид Исаев. И вместе с ним мы поговорили об участии чеченцев одного из батальонов, воюющих на стороне Украины. Редактор субтитров Корректор А.Егорова